Нурсултан Азарбаев продолжил свой визит в Сочи. Сегодня глава государства провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также принял участие во встрече с представителями немецкого бизнеса. Обо всем по порядку готов рассказать наш корреспондент Айгуль Адилова. Тет-а-тет о двусторонних отношениях Нурсултан Азарбаев и Владимир Путин говорили в летней резиденции на Черном море. Бачаров ручей знаменит не только своей историей. Большинство двусторонних встреч в Сочи Владимир Путин проводит именно здесь. Со всеми президентами, участвующих в саммитах СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, президент России встретился еще вчера в его кулуарах. А встречу с Нурсултаном Азарбаевым российская сторона выделила отдельно. Это третья встреча двух президентов в этом году. По телефону Нурсултан Азарбаев и Владимир Путин разговаривали 9 раз. Встреча в резиденции – возможность еще раз сверить часы. В этом году, отмечая 25 лет при установлении дипломатических отношений наших стран, они наполнились нашим договором о дружбе, зеленой помощи, обращенной в 21-й лет. И наполняется Россия для Казахстана важный и самый главный и надежный партнер в союзе. Этим все сказано. И объемы этого робота Россия занимает солидное место наше. Особенно в последние годы Евразийского экономического совета эти отношения очень сильно крепны. Объем нашего сотрудничества очень большой. И в политической сфере, и в сфере безопасности, и в экономике, разумеется. Я рад такой возможности с вами поговорить на все эти темы. И уверен, что это пойдет на пользу. Мы с вами встречаемся регулярно, достаточно часто. Но просто обстановка и дела этого требует. Наше с вами общение – это существенный фактор развития межгосударственных связей. Я очень рад такой возможности. Казахстан сегодня занимает второе место по товарообороту России среди стран СНГ. Если в прошлом году взаимные объемы сократились на 16%, то в этом рост больше, чем на треть. Казахстан и Россия успешно взаимодействуют на международной арене и в региональном плане. Положительная динамика сотрудничества и между странами ЕАЭС. За этот год, прошедшие 9 месяцев, взаимная торговля выросла на 33%, то есть на треть. По всем направлениям экономики создаются новые совместные предприятия, совместные инвестиции. И если кто-то критиковал наш Евразийский союз, то попадение в соответствии с конъюнцией сейчас доказывает, что открытые границы, открытые общины людей, открытый переход капитала, инвестиции дает плоды обеим странам.